Друзья, сегодня очень интересное интервью, действительно уникальное с шеф-поваром ресторана Кабанес. Это Сергей Понтак. И сегодня мы будем говорить о любви, о мясе, спросим самые каверзные вопросы. И я думаю, что вы все ждете этих ответов. Сергей, вопрос, который задают всем шеф-поварам. И я не исключение, потому что всем телезрителям интересно. И молодому поколению, более старшему, откуда у вас появился интерес к кулинарному искусству? Вот когда это было? Может, какую-то маленькую историю, чтобы вдохновить всех? Ну, с детства я не мечтал стать поваром. Ну, там, кто-то кем-то мечтает, там, милиционерами, там, я не знаю. Я мечтал моряком быть. Не знаю, у нас в Херсоне, наверное, все мечтают моряками быть. И пошел учиться я после школы в судостроительный наш корабельный институт. Отучился я там 4 года и попал на первую практику на судозавод. На судозавод попал на первую практику. И там я уже понял, что я уже не хочу быть моряком. Не мое это. Ну, работал, работал. И как-то встретил своего одноклассника. Он говорит, я вот иду на повара учиться в третье училище. Хочешь со мной пойти? Я говорю, ну, пошли. И все. И тут проснулся интерес. Я сразу пришел, сдал документы. Мне сказали, завуч сказал, не хочешь поехать на море поработать сразу? Я говорю, так я не умею ничего. Она говорит, ну, яйца умеешь жарить? Я говорю, ну, яйца умею. Ну, и все, там тебе все покажут. Картошку чистить. Все, и так я поехал. И там мне уже начало это нравиться. Начало нравиться. Я учился параллельно, работал в ресторане. Ну, не работал, стажировался у нас в Херсоне. Вы работаете в ресторане, который специализируется на приготовлении мяса. Но хочется задать такой профессиональный вопрос. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать шеф-повар? Вот если бы какие-то были рекомендации от вас для других поваров, то есть, что обязательно должно быть? И здесь сразу второй вопрос. В вашем ресторане повара и официанты, только мужчины. Почему так вот ваше личное мнение? Может быть, собственника, да, или то, как вы видите? Ну, первое качество, ну, это чисто сугубо, ну, мое личное мнение, это любовь к своей работе. Любовь и уважение. То есть, если будет любовь и уважение, то от этого все, как бы, уже исходит. То есть, у тебя будет чисто, у тебя будет порядок, у тебя будет, ну, все будет хорошо. То есть, и на тебя будут смотреть твои сотрудники, ну, и, как бы, брать с тебя пример будут. Второе, это саморазвитие, то есть, ну, ты должен, как бы, смотреть в будущее и развиваться, идти, ну, в ногу со временем. То есть, не останавливаться там. Ну, третье, это хорошую команду надо собрать. Должна быть хорошая команда, которая собирается, не раз, два, три она собралась. То есть, это тоже годами нарабатывается, все, люди притираются, кто-то не притирается, уходит, кто-то остается, кто-то... В принципе, на этом все строится, позируется. Это не только в нашей, наверное, профессии, это вовсе. Повара и официанты – мужчины. Почему? Потому что, во-первых, мужчине с мужчиной проще работать. Мужчина, как мужчина, он должен работать, зарабатывать деньги. То есть, как бы, это его привязывает. Дать ему хорошую зарплату, хорошие условия, как бы, ну, и все, и мужчина будет работать. Сергей, и здесь хочется поговорить о вашем профессионализме. Вот, что вас лично вдохновляет на создание новых блюд? Какая философия именно вашей кулинарии? То есть, сейчас в Украине очень, ну, начинает стремительно развиваться тенденция мясная. Как бы она была, все, но все рестораны, даже там 3-4 года назад, пользовались мясом иностранным. То есть, закупали там те же стейки, австралийские, американские, и продавали их. Сейчас у нас развивается тенденция наша, украинская, развитие мяса. То есть, открываются фермы, которые делают, ну, выращивают кросс, делают этот корм специально. Но это целая история, нам не хватит. Появился спрос, как бы, ну, и, короче, скоро в Украине будет классное мясо. Еще чуть-чуть, чуть-чуть, и будет все хорошо. Энергию я черпаю, опять же, от того, что я делаю. То есть, ну, если мне нравится это делать, то есть, я там могу, там, я не знаю, ночью спать, там, у меня бум, там, о, блин, надо завтра попробовать сделать. Я там вчера был на рынке, видел, там, то-то, то-то, надо попробовать сделать. Все, у меня уже идея, ну, план на день есть, я иду на работу, иду на рынок, покупаю то, что я задумал, готовлю, там, пробую, нравится, не нравится, нравится, класс, все, делаем. Вот если бы вы могли представить себе любую страну, любой ресторан, где бы вы хотели оказаться, то есть, вот, может быть, через 5-10 лет, мечта, в каком месте работать? Хотелось бы, чтобы у нас в Украине был такой ресторан, в который бы кто-то хотел приезжать, допустим, за границей, чтобы люди ездили в том же, там, Херсоне. Почему нет? Ну, просто к этому все идет, то есть, будет скоро все, ну, будет и у нас, как бы. Просто у нас чуть мода затормаживается за счет того, что у людей, у тех же поваров, зачастую нет денег куда-то поехать, там, даже, там, на те же, там, курсы куда-то отправимся. Хотелось бы сказать, чтобы люди, приходя в наш ресторан, там, старые наши гости постоянные, новые гости, чтобы они не стеснялись, как бы у нас открытая кухня, чтобы подходили, спрашивали, что их интересует, там, поев, высказывали свое недовольство неофициантам, что им, может, не понравилось, там, или наоборот, что понравилось. А как бы шли на прямой контакт с поваром. Сейчас подошли, открытая кухня, там, и сказали, вот, там, Серега, сегодня там было, там, ну, не так вкусно, как вчера. И, как бы, из этого толп будет больше, то есть, я для себя какие-то выводы сделаю, проанализирую, почему это так произошло, как, тем более, уже сделали кухню открытую, все, просто подходи и общайся. И, друзья, приходите к нам, наши новые, наши будущие клиенты, приходите к нам, будем вас радовать. Субтитры создавал DimaTorzok